ДИПЛОМ ФАКУЛЬТЕТ ИСКУСТВ И ФИЛОЛОГИИ Равен 150. Этому с легкостью позавидую Сильвестр Сталлоне и Пэрис Хилтон. Их уровни интеллекта не дотягивают и до 100. Карты говорят, люди думают, что ты красивая. Ты модель или актриса? Да, а я это увидела. Ни одно издание не обходится без Леди Гаги. И книга рекордов Гиннесса не становится исключением. Эпатажная певица засветилась на одной из страниц вовсе не благодаря своему умопомрачительному наряду из мясного отдела. А потому, что ее альбом The Fame не покидал главный британский чарт на протяжении 154 недель. Это все благодаря моим маленьким монстрикам. Проведя полжизни за кухонной плитой и углодильной доски, британский самородок Сьюзен Бойл даже предположить не могла, что не только станет известной во всем мире, но и в книгу рекордов Гиннесса попадет, причем в трех категориях. Она стала самой взрослой исполнительницей, дебютировавшей с невероятным успехом. Первый диск Сьюзен был признан самым продаваемым альбомом, среди тех, что когда-либо выпускали британские певицы. Но и видео с выступлением Бойл на Ютьюбе побило все рекорды. Я читала книгу рекордов, когда была маленькой, но никогда не мечтала, что сама однажды окажусь в ней. Я хотела только петь. Это просто фантастика. Звездным рекордсменом, безусловно, является мировой король поп-музыки Майкл Джексон. Он умудрился аж 13 раз засветиться в книге рекордов. В 11 лет он становится самым юным вокалистом, попавшим на вершину чарта в США. В 31 год первым зарабатывает 100 миллионов долларов и продает столько же копий альбомов в мире. Невероятно успешный альбом-триллер. 13 наград Грэмми, самые дорогие и длинные клипы в истории музыки и рекордный гонорар. 12 миллионов зеленых бумажек за съемку в рекламе. Также отвели певцу местечко у Гиннесса. Спасибо, спасибо огромное. Это так важно для меня. Но и поклонники Майкла берут пример со своего кумира. В конце августа, в день рождения звезды, десятки тысяч Джексона Манов со всего мира исполнили знаменитый танец живых мертвецов из клипа «Триллер». В книгу рекордов попали, правда, только мексиканцы. Юлия Бабурина, ПРО Новости.